Всем привет ребят, с вами Вахмед и сегодня у нас на обзоре, как вы думаете, что? Офигеннейший корпус от компании BigWire Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он реально очень классный Вот есть еще обычная пятисотка и этот вот DX Но я вам скажу, я даже не могу так прям сходу сказать, какой из них лучше Потому что и у того есть плюсы, и у этого есть плюсы И у того есть минусы, и у этого минусы Вот, а так, в принципе, что обычная пятисотка, что DX Вообще шикарные корпуса Почему они такие, в принципе, сейчас популярны? Потому что, ну реально, в принципе, за эти деньги Конкурентов у них, ну прям адекватно, чтобы и по качеству И по красоте, ну я очень мало знаю И вот чем отличается BigWire Продуманностью в мелочах Во-первых, скажем так, у них пылезащита всегда на хорошем уровне Вот, например, сверху у них вот такой пылевик Он на магнитиках В принципе, довольно мелкая сетка Не думаю, что тут будет слишком как-то пыль сильно попадать, да? Потом, значит, вот здесь снизу на быстросмены Полноценный пылевой фильтр на весь корпус, на все днище То есть И сетка такая довольно мелкая То есть Это один из самых офигенных фильтров, которые я видел когда-либо На морде есть фильтр Это я вам уже чуть позже покажу В принципе, корпус широкий Сюда влезают практически любые башни И вот дальше я вам скажу отличие от 500-го от 500-го DX Вот у 500-го, во-первых, у обычного У него идет два вентилятора в комплекте Один на вдув, другой на выдув У DX-а идет еще один сверху поставили Да, его постоянно переставляют вот сюда То есть, чтобы было два на вдув, один на выдув И все эти вентиляторы от BeQuite очень тихие И очень эффективные Они 140-ки То есть, если 120-ки-то хороши То 140-ки тем более хороши То есть, они и поток дают хороший И не шумят вообще То есть, если их настроить То шума не будет никакого вообще Все уже давно знают, что если ты хочешь тихий компьютер Без всяких там подсветок и так далее Ты покупаешь все вентиляторы BeQuite И у тебя что? Тихий компьютер, да? Блок питания тоже купить BeQuite PurePower Чтобы был вентилятор BeQuite Башни BeQuite У тебя все, у тебя просто тихий комп Остается дело только за видеокартой Ну и кстати, по поводу видеокарты Вот тут-то как раз-таки Есть и плюс, и минус У этого корпуса По сравнению с обычной 500-кой Тут да, продув хороший Видеокарта Все железо будет холоднее Чем в обычной 500-ке Но у обычной 500-ки Вот тут сморт ведет Шумоизоляция И соответственно Дросселя Видеокарты Какие-то мелкие шумы Здесь вы услышите А в обычной 500-ке Тут просто шумка стоит Вот с этой стороны шумка И здесь стекло И вы практически ничего не слышите То есть обычная 500-ка Одна из самых бесшумных Здесь будет все слышно Как в обычных вот меш корпусах Но благо вентиляторы как бы тихие Если ты подобрал все грамотно В своей системе То у тебя и в этом корпусе Можно сделать тихо Но это уже гораздо сложнее Но зато у тебя продув хороший И получается Конечно же железо будет Менее горячее В принципе Внешне мы уже разобрались Теперь перейдем К внутренностям Из чего он состоит И в чем его вот эта прелесть В мелочах Ну что ж ребят Начнем хотя бы даже со стекла Вот смотрите Видите То есть Тут Зазоров Практически нету То есть Все идеальненько Оно Стекло заподлицо И здесь И с лицом И вообще Вот посмотрите Какие тут зазоры Конечно же Барашки Прорезинены И вот В отличии От всяких Китайских корпусов То есть Ты его закручивай Откручивай Закручивай Откручивай Сколько угодно раз Оно закручивается Идеально Потому что металл Более-менее нормальный А вот В китайских корпусах Бывает такое Что Открутил Закрутил Открутил Закрутил А потом уже Знаете Там Резьба Уже не идет Ну вы понимаете Да О чем я Ну вот Собственно Посмотрите Какие барашки Шикарные Прорезиненные То есть Кайфовое Качество металла Откручивай Закручивай Сколько угодно Раз Вот И что Смотрите В обычном Пятисотом Если там есть На выбор Либо Вот такая Вот сетка Идет на магнитах Либо Такая вот Крышка С шумоизоляцией Но тут В этом корпусе Идет только Такой вот Полевой фильтр Крышку Уже не положили И вот Как мы видим Тут Поставили Наверх 140 Вентилятор На выдув Тоже И на вдов Но Как правило Все переделывают Вот этот Вентилятор Ставят На вдув И мне Ребят Нравится Обе Квайта Вот эта Планка Это просто Высшая Тема Она Откручивается Ты Собираешь Весь Кейбл Менеджмент И потом Ее Прикручиваешь И за ней Ничего не видно И еще Тут Есть Прорези Сверху И снизу Вот То есть Ты Ставишь Вот сюда Если у тебя есть Сато SSD И тут У тебя Провода Подходят К нему И не торчат И у тебя Получается Вот так Четко Сато И вот так Четко Хоп Ты можешь Два Сато SSD Поставить И они Будут Очень Красиво Тут Смотреться Это Вот Моя Любимая Фишка У этих Корпусов Она Просто Шикарная Ну и Потом Конечно Же Вот Эта Фишка Что У тебя Заглушки Съемные То есть Что-то Перепутал Или Поставил Там Две Видеокарты Потом Снял Закрутил И у тебя Корпус Как Новый То есть Нет Вот Этого Варварского Метода Выдирания Вот этих Вот Заглушек Дело В том Что Они Стоят Копейки На том Же Алиэкспрессе Неужели Нельзя Везде Делать Вот Такие Заглушки Эти Варварские Методы Выламывания Мне Конечно Не нравится В остальных Корпусах Там Еще Ребят Убеквай Это Есть Вот Такая Фишка Откручиваешь Рамку Прикручиваешь В ней Блок Питания И потом Блок Питания Отсюда Всовываешь И Просто Рамку Закручиваешь На Вот Этих Барашках То есть Блок Питания У тебя Заходит Вот Отсюда Соответственно Даже Если Он У тебя Очень Длинный Там Не Помещается Или Там Какой Это Вот Отсюда Он Прекрасно Заходит Вставляется Любой Блок Питания Вот Еще Очередная Фишка Этого Корпуса Это Боковая Панель С Шумоизоляцией Такая Очень Приятная Шумоизоляция Из-за Нее Получается И Крышка Менее Такая Знаете Жидкая То есть Она Довольно Увесистая Кайфовая Крышка Ну И Вот Эти Барашки Которые Никуда Не Улетают То есть Они Остаются И Ты Их Не Потеряешь Что Мы Видим С Этой С С С С Во-первых Это Та Самая Крышка Про Которую Я Говорил То есть Она Вот Отсоединяется Легко И Потом Подсоединяется То есть Очень Удобно Делать Кейбл Менеджмент Тут Какой-то И Потом Ты Вот Так Сунул И Вот Этот Изгиб Получается Скрывает Часть Кабелей Ну И Никаких Тут Дырок Нет Ничего Далее Далее Вот Это Вот Тоже Для SSD САТО Но В основном Никто Ее Сюда Не Ставит Потому Что Если Ты Поставишь САТО SSD Сюда То Они Будут Близко К Зоне ВРМ Материнской Платы И Соответственно И Они Будут Больше Греться Да И Она Будет От них Больше Греться Так Что Я думаю Это Бесполезная Тема Но Как Просто Для Усиления Более Менее Каркаса Ее Лучше Поставить Мне Кажется Так Потом Мне Нравится Обеквай Вот Эти Хомутики Такие Классные Фирменные На Них Можно Уже Половину Кейбл Менеджмента Сделать Соответственно Они Все Будут Такими Стяжками Обычными Вот Здесь Они Положили Комплект Крепежных Элементов Аксессуаров Итак Смотрим Что Они Положили Комплект Аксессуаров Ну Понятно Что Полный Набор Болтиков Винтиков Под материнскую Плату Под Все Что Нужно Понятно Что Где Не Было Вот Этих Стяжек Чтобы Мы Закрепили Они Такие Стяжки Положили И Вот Смотрите Фишечку Что Они Еще Положили Это Вороток Для Стоек Под Материнскую Плату Представляете То Есть Вот Вот Внимание К мелочам Чтобы Ты Не Плоскогубцами Какими Стойки Все Расфигачил А Чтобы Аккуратненько Такой Штучечкой И Закрутил Молодцы Что Сказать Вот Кто Не Понял О чем Я Хоп И Отверточкой Чик И Закрутил Открутил Стоечки Классная Штучка Так Двигаемся Дальше У нас Съемная Корзина Для Жестких Дисков И Тут Тоже Есть Ее Особенность Посмотрите Какие Виброгасы То Есть Сюда Ставить Жесткие Диски Прикручиваешь Комплектными Болтами И Вот Здесь Вот Такие Виброгасы Очень Мягкие Посмотрите То То Есть Конечно Я Уже Пробовал Жесткие Диски Это Зло И Полностью Ты Вибрацию Не Погасишь Плюс Они Еще Шумят Поэтому Конечно Ну Лично Я Уже Решил Что В Корпус Я Себе Лично Не буду Ставить Больше Эти Корзины Жесткие Диски И Так Далее Для Этого Уже Есть Док Станция Которую Там Отодвинул Подальше И Там Она Себе Вибрирует Подальше От Тебя А В Корпусе Как Ты Не Старайся Жесткие Диски Все Будет Слышно И То Что Ты Купил Корпус BeQuiet Жесткими Дисками Ты Все Испортишь Ты Можешь Испортить Только Жесткими Дисками Либо Видеокарты От Плохого Вендора Купил И Все Весь Свой BeQuiet Идет Насмарку Потому Что Он Уже Не Будет Тихим Ведь BeQuiet Переводится Что-то Наподобие Будь Тихим Или Будь Тише Или Тише Будь Ну В общем Что-то Таком Вроде И Если Ты Поставишь Сюда Жесткие Диски Плохую Видеокарту Плохую Башню То Все Это Идет Насмарку Мог бы Купить Любой Корпус И Тебе Не нужно Было Вот Это Все Но Так Как Ты Купил BeQuiet Корпус С Вентиляторами С Шикарными Нужно Покупать И Бок Питания Тихий И Жесткие Диски Не Ставить Сюда И Соответственно Видеокарту Топовых Вендоров К примеру MSI Gaming Полит Jetstream GameRock И Так Далее Вот Еще Одна Мелочь Подставки Под Блок Питания Тоже Прорезинены Кайфовая Такая Резина Ну То 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 До Мелочей Продумано И Соответственно Посмотрите Какой Большой Забор Для Воздуха Для Больших Блоков Питания Ну И Соответственно Полевой Фильтр На Всю Длину Вот Этой Нижней Части Соответственно Очень Много Вот Этих Зацепов Кто Любители Прямо Четко Знаете Так Прокладывать Все Вот Прямо Вот Как По Линейке То Есть Они Могут Заморочиться И Прямо Здесь Так Провести Что Комар Нос Не Подточит Ребят Я Не Знаю Какой Толщины Тут Метал Но За Счет Вот Этих Всех Ребер Жесткости Посмотрите То 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 Вообще Он Практически Не Гнется Он Очень Жесткий Весь Весь Корпус Очень Жесткий Он То То Есть Не Гнется Вообще Это Все Я Думаю Грамотные Вот Эти Все Сделаны Ребра Вот Из-за Них Вообще Не Гнется То Все Все Сделано Кайфово И Добротно Здесь Как бы Уже Обиквайт Решил Отойти От 2.0 USB Сделали 3.0 И USB Type-C Ну Как бы Скать Маловато Вот И Здесь Понятно Под Микрофон И Наушники Нажимается Это Все Вот Так Ну Так Скать Обычные Кнопки Ничего Особенного Ну И Вот Тут Ребят Мы Подошли К Морде Тут Очень Удобно Сделали Фильтр Причем Правильно Сделали Они Сделали До Вентиляторов То Когда Делают Фильтр За Вентилятором Вентилятор Получается Дует И От Этого Фильтра Отталкивается Воздух А Когда Вентилятор За Фильтром Получается Он Нормально В себя Вбирает Понимаете В чем Прикол И Фильтр Довольно Тоненький Ну Я думаю Тут Видно В принципе Хорошо Какой И Снимается Он Наилегчайшим Образом Вот Снял Все Пошел Помыл Вот Такой Вот Фильтр Довольно Тоненький И Кайфовый Ну В принципе Я не знаю Я лучше Фильтров И не видел Ну Соответственно Тут Можешь Еще Установить Вентиляторы Вот Еще Ребят Фишечка Видите Тут Контакты Ну И Собственно Горя На Крышке В этом Месте Тоже Контакты Это Сделано Чтобы Вы Когда Отдирали Переднюю Панель И Перестарались Чтоб Мы Не Выдернули Вместе С Проводами То Есть Отстегнул Ее Отложил Пропылесосил Чего Угодно Сделал Помыл Поставил Обратно Также Фильтр Достал Помыл То Есть Тут Делается Все Очень Легко И Комфортно Для Обслуживания Крышка Крепится На Вот Таких Вот Встроенных Как Типа Клипс Ну Отдирается Сразу Скажу Она Не Очень Хорошо Ну И В общем Ребят Вот Такой Получился Обзор На Этот Крутейший Корпус Вот Сейчас Я Вам Покажу Как На Нем Работает RGB Подсветочка Какие Режимы И Вообще Ее Можно Отключить То Есть Он Универсальный Кому Нужно Кто Не Любит Чтобы Светился Можно Отключить Кому Нужно Всякие Разноцветные Пожалуйста Без Проблем У Него Сверху Диодная Лента Еще То Поэтому Такой Видите Эффект Создается Кайфовый Ребят Спасибо За Просмотр Кто Еще Не Подписан На Мой Канал Подписывайтесь С Вами Был Вахмет Всем Добра Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...